первое с чего я хочу начать это с темы тема сегодняшние деревья мы с вами сначала вообще поймем как работать с формой и поговорим какие формы бывают у деревьев для этого я предлагаю взять лист формата а4 я буду работать на бумаге длина обросков от smlt и что мы делаем я сначала разделю лист условно по вертикальной части на три части стихи получились хоп хоп и также по горизонтали на три части ну приблизительно мы потом сотрем этим полосочки для того чтобы нам просто здесь хорошо было компоновать деревья и смотрите что я делаю у нас берем наш браш пен у нас есть несколько видов деревьев то есть у каждого дерева есть и своя форма и они все разные то есть разные виды деревьев имеют разную форму и я предлагаю для разминки вообще начать как раз с таких образов деревьев например нас может быть вот такие деревья например как березы лиственница хоп дуб это уже что-то более мощное соответственно совсем другая форма у сосны все сосредоточено наверху и вот такие упражнения достаточно хорошо развивает восприятие формы есть еще помню какие-то как в английских парках как грибы деревья если у нас дерево голая осенние например или например в азии есть деревья у которых вся сила уходит цветы например вот в такие вот и они сами все по себе голые можно вот так нарисовать это тоже все вот мы уже шесть деревьев нарисовали все они разные например такими чертами или какой-нибудь жирненький бау-баб хоп африканский ива но построена на каких-то текучих формах соответственно у нас видно что это все разные абсолютно формы и давайте сейчас сотрем мы посмотрим как это у нас все закомпоновалась в листе и теряем если сейчас мы посмотрим что это все деревья с разными формами и это очень хорошая разминка теперь можно сделать еще больше упражнений то есть я снова беру чистый листик так нету набросочки есть можно разделить на совсем мелкие части например раз два три четыре здесь соответственно тоже хоп 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 ну как паттерн такой из деревьев и давайте возьмем теперь какие у нас остались еще хвойные деревья я снова открываю браш пен вы можете маркером работать чем-то мягким потом перейдем кисти соответственно мы можем передать форму елки в таком стиле с помощью кружков вот это разное восприятие одной и той же формы помогает нам в работе вообще с с материалами графическими то есть дальше вы это все можете перенести цветом например вот так вот то есть вот это у нас елка но по сути сделано абсолютно разными штрихами то же самое с каким-нибудь деревом которое например тоже с березкой например тоже с березкой мы делаем эти разминочные упражнения для того чтобы разогреться перед работой с тушью тоже будем разговаривать про форму и соответственно можно вот у нас есть такая такая и достаточно условная как иконка на сайте например вот такая какая-то и тоже по сути форма одна а техники исполнения разные а теперь возьмем пальмы условная история с большей проработкой но тоже достаточно все легко делаем еще одна и какую бы еще сделать например вот такую с помощью драной такой линии тоже как пальма и вот когда вы выполняете эти такие несложные упражнения вы очень сильно развиваете характер то есть мы в каждом из этих рисунков видим абсолютно свой характер и давайте еще нарисуем какое-нибудь шарообразное дерево хоп клён какой-нибудь ну не шарообразное я имею ввиду штрихи с помощью кругов а снова проходим все по форме оп с помощью мазков и с помощью непрерывной линии какой-то какой-то такой путаной и мы видим тоже достаточно интересные такие разработки стираем в принципе можно дать подсохнуть чуть-чуть если у вас бумагу надо быть уверенным что все впиталось в бумагу то же самое вы можете делать и кистью цветом например если вы не любите черно-белую графику вы можете эти упражнения делать например зеленым каким-нибудь маркером то есть это абсолютно не важно главное для того что чтобы вы поняли форму и сделали такие быстрые скетчи это очень хорошо развивает восприятие то есть теперь что мы можем с вами делать дальше так возьмем этот вид как подсказку я его положу рядышком и что мы можем делать теперь предлагаю сделать следующую историю у нас есть первый ярус деревьев это деревья самые высокие например елки давайте их обозначим как-нибудь достаточно условно но сделаем такую схему прикольную графическую об это у нас будет первый ярус к ним относятся высокие деревья второй ярус второй ярус это у нас подлесок то есть деревья которые только таких гораздо меньше размером вот этот большие деревья полок называется вот это у нас будет подлесок меру какое-то молодое дерево дальше у нас идут кустарники это у нас третий ярус это у нас и четвертый ярус растения например какой-нибудь борщевик так условно сделаем подлесок здесь можно тоже добавить какие-то кустарники здесь еще контраста и можно теперь тоненькие такие стрелочки сделать и написать полок подлесок кустарники и травы ну напишу травы так дальше у нас есть еще почвопокровные всякие травки совсем уже низенькие мхи есть еще лианы но мы не будем про них сейчас говорить потому что наша задача сделать такую схему и в общем то на основе вот этих вот наших зарисовок можно делать всякие эскизы когда вы смотрите например из дачи в окно или выходите на плнр сначала делать вот такие условные зарисовки это очень здорово развивает восприятие формы и помогает быстро переносить содержание того что мы видим на лист